Какой был сделан вывод после 44-х дневной войны нами, как страной, нацией и государством, и какие были сделаны действия, чтобы, понеся большие потери, и потерпев поражение, и потеряв очень большое количество жизни молодых ребят, к сожалению, на мой взгляд, мы очень быстро как-то смирились с этим, что, в общем, ну, произошла трагедия, горе, но мы с тобой выросли там еще в те времена, когда, в общем, на улицу приходилось выходить, и всегда там во всех драках ты побеждал, да, ты иногда бывало наверняка, что и, в общем, не получилось выиграть, ну, в общем, не конец жизни, если ты делаешь несколько очень важных вещей, первое, ты не теряешь своего достоинства, даже проиграв, второе, ты делаешь этого выводы, и дальше начинаешь тренироваться и станешь сильнее с тем, чтобы не повторить те же самые ошибки, даже не то, чтобы дать сдачу, но просто чтобы в следующий раз это не получить такую же ситуацию, и третье, ты не пытаешься делать, видишь, что этого не было с тобой, как бы это вообще как бы не со мной произошло. К сожалению, проблема номер один, что и в обществе в целом, и правительство тоже, вот такой фонд, что все, вот сейчас, ну, что-то было там, погибли люди, но вот это произошло не с нами, вот мы там, жизнь продолжается, и меня бесила ситуация, когда я приезжал, там, даже во время войны, и видел там полный ресторан, и ощущение было, что какой-то параллельный мир, да, то есть, первая проблема, что не было такого морального осознания того, что произошло, и какие надо сделать выводы. Второе, мы последние 26 лет жили в состоянии ни мира, ни войны, и это такое было странное ощущение, восприятие того, что происходило в Армении после 1994 года, но вот прошедший год еще показал еще более странность, в принципе, было заявление 9 ноября, которое остановило военные действия, но опять ни мира, ни войны, было ясно, что ситуация абсолютно неопределенная, и вместо того, чтобы максимально мобилизовать народ, мобилизовать нацию, мобилизовать нас всех на то, чтобы, ребят, мы должны сейчас строить сильную Армению, мы должны все вместе делать все возможное для того, чтобы пройти этот тяжелый путь, этот тяжелый этап, и послодать сильную Армению, мы погрузились в бесконечные разборки на уровне политических партий, в обвинениях друг друга, кто враг, кто капитулянт, кто предатель, а кто там что сделал плохого, и это, конечно, совсем не добавило ни сил, ни духа внутри страны и во мне, всем нам, всем, чтобы понимать, что, окей, ребят, война еще не закончилась, ничего еще не закончилось, мы еще и Арцах не потеряли, по большому счету, это очень неправильное восприятие, что мы Арцах потеряли, это вообще не так, более того, там продолжается жизнь, живут люди, и там надо активно строить, помогать, и это не только на уровне государства, это не только на уровне правительства, это на уровне всей нации в целом, но, к сожалению, вот это ни мира, ни войны, ощущение, которое очень удобное, оно сохранилось, и такое, вроде как бы война есть, там какие-то проблемы есть, и это, конечно, очень опасно. И третья вещь, которая тоже очень странная, произошедшая, что, в общем-то, мы получили новую ситуацию по границе с Азербайджаном, в которой меня всегда вызывал вопрос, почему не надо было изначально готовиться, если мы понимали, как предыдущее руководство говорило, что мы рано или поздно, как минимум, пять районов отдадим, ну, как минимум, большая часть границы можно было уже обустраивать правильно, как должно было быть. Но, когда ты видишь, в каком состоянии находятся наши пограничные посты, как на самом деле оборудована граница, которая сейчас стала резко выросла, и тут, конечно, много вопросов о того, насколько мощно и много сил было брошено на основные границы, и насколько серьезна была концентрация сил, в том числе дипломатической, информационной и командной работы на то, чтобы просто профессионально выполнить то, что надо было сделать.